Кринзон Месяц назад ты напал на меня со спины Я надеюсь на этот раз Ты осмелишься все-таки выйти на ринг И высказать все свои претензии Не в глаза Ты что, действительно думал, что ты будешь настоящим лидером в детруктировке? Ты хотела ответ на свой вопрос Ты знаешь, где он находится? Прямо у тебя за спиной Роник Риксон занят После всего, что он сделал После двух нападений на меня со спины Слушай, проблему надо решать Ну-ка, присядь Присядь, присядь Рейф, послушай, ну сдался тебе этот Роник Римсон Смотри, ты в федерации три года У тебя были такие победы, о которых другие могли только мечтать В конце концов, ты выиграл Баттл Ройл этим летом И никакой компенсации ты за эту победу не получил Так вот, я сейчас тебе предлагаю эту компенсацию Забудь ты этого, Роник Римсона Ты же всегда С самого первого момента, как ты пришел в федерацию Ты же хотел стать чемпионом За этим я и пришел Вот Так вот, я предоставлю тебе эту возможность Я назначу тебе На ближайшем чемпионате опасная зона бой Против гладиатора За чемпионский пояс НФР Как тебе? Слушай, а ты не такой зануда, как я думал Ну, спасибо А то все Кримсон, Кримсон По-моему, не плохо Уважаемые друзья Вас приветствует чемпионат опасная зона На телеканале 7 ТВ И наш управляющий Михаил Вахнеев Только что назначил Один из главных боев этого месяца Это будет бой за чемпионский пояс Гладиатор против Рейва Но мы вернемся к этому бою чуть больше А пока что, дорогие друзья Вы видите Константина Лопатку Этот выпускник школы танцев Имени Майкла Джексона Как всегда Легкой походкой Практически вышедшей из тумана Начинает свою традиционную процедуру Раздевания перед боем Кстати, это называется лунная походка Ну, а прямо сейчас У ринга появляется Вася Штырь Наш текущий чемпион В легком весе И именно Ему Предстоит защищать Свой пояс Против уже выше обозначенного Константина Лопатки Кстати говоря Вот говоря о чемпионском поясе Рейв против Гладиатора Ведь это будет Если я не ошибаюсь По-моему Их четвертая встреча на ринге Один на один Да, уважаемый коллега Совершенно верно До этого Счет по встречам 2-1 В пользу Гладиатора Смотрите Константин Лопатка Не соглашается С тем, что Судья носит Кепку Рестлера Вася Штыря Нет, неправильно Показывает он знаками Правильно Потому что Судья должен быть Неподкупным и беспристрастным Как у нас В независимой федерации Рестлинга Дорогие друзья И вот Матч За титул чемпиона В легком весе Независимой федерации Рестлинга Начинается Борцы сходятся В локап И пока что Пытаются провести Друг к другу Некоторые базовые Приемы Из так называемого Чейн-рестлинга Всевозможные Захваты рук Голов Но вот в то же время И в плечевые блоки Попадаются Посмотрите Успевает не только Бороться Со своим Соперником Казадин Лопатка Но и как всегда В своем излюбленном стиле Пританцовывать И причем Я вот заметил Как-то он резво Взял быка за рога Видимо серьезно Он настроен Отобрать сегодня Пояс чемпиона Не знаю Насчет быка за рога Прямо сейчас Вася Штырь Только что Держал его за талию Вейст лок И тут же Поймал его на подсечку Но Вася Штырь Это же чемпион Он должен себя Показывать Соответствующим образом Совершенно верно И сейчас Даже удержание Раз Два Нет Что это 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 красавчик Звучит музыка Красавчик И появляется он Я даже уже не верю Своим глазам Что ты За полгода Все-таки решил Отстоять Свой чемпионский пояс И против кого Лопатка Который даже За всю свою карьеру Не выиграл Ни одного матча Кстати Он абсолютно прав Хочу сказать тебе Тебе И всем зрителям Сидящим в этом зале Что я Все еще По-прежнему Главный претендент За пояс чемпиона В легком весе Поэтому здесь Сегодня Сейчас В этом матче Я становлюсь Третьим участником Неплохая Заявка на победу Со стороны Красавчика Он-то может И считает Что он Становится Третьим участником Но Вася Штырь Явно с этим не согласен И бой продолжается В формате Один на один После этого Мощного пендаля В челюсть Да Совершенно верно Посмотрите Все-таки Присоединяется К этому матчу Красавчик И опять Вылетает С ринга Какая-то была Такая короткая Комбинация И то Кого перетянет Красавчик Все-таки Накинулся На Васю Штыря Но как ни странно Он выкидывает Его с ринга И сам остается Один на один Против Константина Лопатки Ну весьма Опрометчивое решение Потому что Константин Лопатка Это борец Который способен На сюрпризы Да ни на что Он не способен Красавчик же сказал Он не выиграл Ни одного матча И вы согласились Коллега Это правильно А сами теперь Говорите На 180 градусов Противоположные вещи А Красавчик То тем временем Действительно Он доказывает Что он главный претендер Ну кстати Уважаемый коллега Если вспомнить Дебютный матч Константина Лопатки А помнится Он был против Тогдашнего Чемпиона НФР Антона Дерябина То он смог Антону доставить Немало проблем Так что все-таки Я жду От Константина Лопатки Сегодня Неожиданных И замечательных Зажигательных вещей Формат рестлинга Он таков Что если вы Не совсем Туп и пень То вы естественно Сможете доставить Хоть какие-то проблемы Своему противнику А иначе вам здесь Выходить Несли чем на ринг Смотрите Как натыкается Красавчик Только что На выставленные Ногу Константина Лопатки Ох Дропки К двумя ногами По-моему Сейчас в челюсть Получает Красавчик Но мне кажется Константин Лопатки Да Рано Рано Он стал радоваться Своей В преждевременной победе Два раз от Васи Штыря И один раз От Константина Лопатки И все три удара Очень мощные Надо сказать Ну как говорится Назвался груздем Полезай в кузов Спинолом Только что От Васи Штыря И он продолжает Держать Красавчика Ломать Ломать Спину Об колено Константин Лопатка Вмешивается Сзади Прерывает Сначала болевой А теперь уже И удержание И снова Избавляются От Васи Штыря На этот раз Константин Лопатка А потом Избавляется И от Красавчика Вот он же Он задумал Да Двоих Сразу Прыжком Со стойки ринга Просто Прибывает К полу Причем Заметьте Промахиваются Мимо матов Безопасности Вася Штырь Прямо На паркет Он упал А что же Он целится На них что ли Должно Уж куда тебя Завалили Туда и завалили Что значит Промахивается Коллега Вы продолжаете Пороть Какую-то чушь Почему же чушь Я комментирую То что происходит Извините Я Промахивается Лопатка Вася Штырь Он просто упал Назад От того Что на него Прыгнули Опа Двойной прием ДТ и что-то еще Он одновременно Провел Не проходит Удержание Сейчас на повторе Можете прекрасно Видеть этот Шикарнейший прием ДТ и мордопастер Да Причем одновременно Ну что ж Кстати говоря По-моему Это был Один из первых Таких прыжков Со столба За ринг В исполнении Константина Лопатки Который только что Получает дропгик От красавчика И смотрите Как ловко Красавчик Сразу же после этого Запрыгнул на Васю Штыря Сделал ему Что-то вроде Ножниц головы Да Вы знаете Дорогие друзья Я даже не могу Сказать однозначно Кто из наших Тряих Сегодняшних борцов Больше всего Нацелен на победу По-моему Они все Готовы рвать И метать Ради того Чтобы выиграть Этот бой И правильно Потому что Это настоящая борьба И есть ради чего Все-таки Чемпионский пояс В легком весе На кону Да Коллега Вы выдали сейчас Очередную Глубочайшую И такую Откровенную мысль Ну я вообще Скажу так Человек Который Очень часто Выдает мысль Спасибо что вы заметили Мне очень приятно Каждая похвала От вас Даже если Это содержит Чуточку иронии Только что Очередной Красивый Двойной прием Но на этот раз В исполнении Васи Штыря Вот такой бросок Боковой бросок Из хедлока И одновременно Ножница головы Красавчик Он провел Двоим своим оппонентам И теперь К сожалению Сам попадает На мордобастер Константину Лопатки Вот что самое сложное Кстати говоря В таких боях Это довершить Удержание До счета 3 Потому что Как только Отсутствующий И не принимающий В этом удержании Спортсмен Слышит Вот этот отсчет Раз-два Он обязательно Вмешивается И 3 Здесь не бывает Практически Никогда Ну естественно Не больше Он стоять И смотреть Как победа Уходит у него Из-под носа Смотрите Как Поистощился Красавчик За прошедшие 6 или 7 минут Вышел он Таким шивчиком На ринг А сейчас уже Вот Сейчас вот Эта медлительность Позволяет Васе Штырю Закинуть Его к себе На плечи И провести Вот этот Оглушительный Оглушитель Извините Из-за технологии И по-моему Это было Совершенно верно Это было 3 Не успел Константин Лопатка Прервать Это удержание Буквально Уже На счет 4 Он влетел На ринг Но к сожалению Для него Было уже Позно А Вася Штырь Оттоял Свой чемпионский Пояс Он по-прежнему Чемпион НФР В легком весе Действительно Совсем Чуть-чуть Не успел Константин Лопатка Ну а сразу После короткой Паузы Вы увидите Обещанный Пояс Чемпионский Пояс Это будет Рейв Против Гладиатора Красивую Девушку Дорогие Друзья Вы можете Сейчас Видеть Именно Сегодня И выпала Честь Объявлять Участников Этого Поистине Чемпионского И феноменального Боя Наш следующий Матш Является Боем За пояс Чемпиона Независимой Федерации Рестлинга Встречайте Первым Претендент На пояс Чемпиона Независимой Федерации Рестлинга Из Екатеринбурга Вес 96 Кг Рейс Итак Первый Участник Претендент Объявлен И это Как вы уже поняли И было объявлено ранее Это рейв У которого Это уже далеко не первое А скорее даже Четвертое Столкновение На ринге С гладиатором Первые три Надо сказать Всегда были Достаточно Зрелищными Матчами Никогда не разочаровывали Они своих фанатов Ни один Ни другой А я в очередной раз Напомню Что по личным встречам Счет 2-1 В пользу Гладиатора И сегодня У Рейма Есть прекрасная Возможность Не только Сравнять счет В личных встречах Но и Стать чемпионом Независимой Федерации Рестлинга Да Действительно Именно об этом Скорее всего Он и думает Хотя в такой ситуации Вот кому как Сложно представить Кому-то может быть Важнее сравнять счет Или Или даже Быть вперед По счету То есть такая цель Собудовлетворения Ну Не стал бы Говорить именно так Скорее Поддержать Своё Иго А вот этому Человеку Дорогие друзья Его поддерживать Не надо Да он чемпион Он Гладиатор В войне Тяжелый бой Для гладиатора Потому что Выходит он На него С температурой Близкой К 39 Ну А что делать Даже если у вас Простуда Вы больны Вам все равно Приходится отставить Свой чемпионский пояс Если он назначен На этот день Ну Есть еще Второй вариант Отказаться От поездаться Но кто же хочет Доставлять себя Лузером Тем более Чемпион Федерации По своему обыкновению Гладиатор Концентрируется Вот так вот В углу Произнося Про себя Возможно Даже какие-то Заклинания Перед боем Вот какая Чувствуете Разница В подготовке Один медитирует Уяв себя А другой Вот так вот Спадривает себя Такими прыжками Разминается Практически На середине Ринга А между тем Судья Дал сигнал На гонг Бой официально Считается Начатым Вот говоря Поддержка Как-то не нужна Ему поддержка Сам призывает Зрителей болеть За себя Говорит в ответ Как бы Да Я с вами Мое сердце Всегда с вами А мой меч Всегда заточен И всегда Лежит на запасном Путю Ага Вот так вот Первый такой Резкий армдраг От Рейва И гладиатор Как бы Встает И вопросительно Смотрит на него Да Вот так вот Ага И я так же могу А вот Рейв Может даже По другому И удержание Вы посмотрите Буквально Не прошло И минуты Как попытался Рейв Удержать Гладиатор Еще одна попытка А второй Армдраг Гладиатору Не удался И это позволяет Рейву Делать удержание Один за другим Теперь Гладиатор Отмечает ему Тем же Он чисто Техническая Борьба идет Ну вот На этом Борьба Собственно говоря И закончилась И пошли Удары Ну Рейву надо Пробовать Естественно Разную Тактику Вот такие Вот удары Локнем в челюсть Тоже не Возбраняются Между прочим Абсолютно Легально Совершенно Верно Смотрите Сворачивание Раз Два Нет Сворачивание Произошло Кстати говоря После неудачной Попытки Рейва Коленом В живот Гладиатору Да Потерял Рейв сейчас Концентрацию Буквально на миг А гладиатору И этого Достаточно Чтобы Взять инициативу В свои руки Быстрый прыжок Сверху Гладиатор Отходит Сам оказывается Наверху И успешно Успешно Попадает Снарядным Дропкиком Рейву В плечо Но и здесь Удержание Не проходит Коллега И не надо Говорить Это так Утемленно Потому что Это борцы Не такого Калибра Чтобы сливать Матч За первые Три минуты Но все-таки Удар Гладиатор Выписал Рейву Донки Болезненный Естественно От такого Падения Назад Возможно От удара Затылком По рингу Человек Теряет На какое-то Время Ориентацию Но это Рестлинг Они знают Что они Должны Прийти Назад В себя За следующие Несколько секунд Пока судья Не успел Досчитать До три А вот здесь Кстати говоря Было мощное ДТТ И в этот раз Гладиатор Уже ударился Об ринг Посильнее Чем до этого Рейв От дропкика Да Но повезло Гладиатору Канаты И все Бой продолжается И повезло Также о том Что он смог Об этом вспомнить Что канаты рядом Это называется Ориентация На автопилоте Можно сказать Что вот так вот Да 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 В каком смысле Вы совершенно правы Какой чоп И еще один Такие Можно сказать Освежающие чопы Проводит Рейв И кидает Гладиатора Через верхний канат Он думает Что тот приземляется На полу ринга Но не тут-то было Посмотрите Что творит Гладиатор Он перебрасывает Рейва через канат Вниз головой Да Что не говорив Рейв и Гладиатор Я считаю Одни из самых Техничных борцов Федерации Самоотверженным прыжком Гладиатор Приминает Рейва возле ринга Куда только что Именно его Собирался отправить Рейв И вы видите Как вообще Я кстати заметил Последние пару минут Смотря на Гладиатора Как все-таки Ему тяжело Дается этот бой Посмотрите Я еще раз повторяю Что мне достоверно Известно Что Гладиатор Вышел на этот бой Не совсем В хорошем У него температура У него температура Но тем не менее Да Буквально По 39 даже Но тем не менее Он пока что В общем-то С успехом Противостоит Рейву А Рейв я напомню Это претендент На пояс Чемпиона Независимой Федерации Рестлинга Сейчас серия Обоюдных захватов И Вертикальный Суплекс Ну что ж Вот от такого Мощного приземления На ринг Да Видите Рейв держится Куда-то за область Почек И Гладиатор Гладиатор Почти был успешен В этом удержании Уже было Как мы говорим Больше чем 2,5 В таких случаях Да Но Как всегда Это бывает В жизни В борьбе Почти здесь Не считается Гладиатор В данную минуту Пытается Измотать Рейва Вот этими Поочередными Запусками В один А потом в другой В противоположный Угол И Рейв не успевает Оправиться Как Гладиатор Делает ему Новый боковой Бросок Снова удержание Причем не просто Бросок А об колено В таком случае Это был спинолом А по-моему У Рейва Уже не осталось сил А хотя Может быть И осталось Ничего Во себе Сейчас Рейв выдал Дорогие друзья Из последних сил Рейв Все-таки Совершает Этот прыжок И он делает Инсигири По затылку Гладиатору Тот Рухает На спину Как подкошенный От этого удара По затылку А Рейв Поднимается И сейчас Оба поднимаются Но Рейв Чуть быстрее Рейв Быстрее И мне возникает Такое ощущение Что Рейв Хочет Поскорее Закончить Сделать бой В свою пользу В начале матча Были робкие Нечастые удары Локтем А вот сейчас Пожалуйста Уже обмен ударами В челюсть И кстати говоря В общем-то Не считаются Они полностью законными Потому что Закрытым кулаком В образ лица Бить нельзя Что же задумал Гладиатор Специально Для таких тупых Как мой коллега Объясняю Он задумал удар коленом Именно для этого Он и стукнул себя По колену Ёлы-палы Ну я же не думал Что он хочет Сделать все так Просто и банально Я-то ожидал Сейчас Красивейший Фром-ром Это коронный прием Гладиатора Если кто не знает А пока что Дропкик От Рейва И Гладиатор Снова лежит Силы Рейва Тем не менее Тоже Тоже Стремительно Улетучиваются Но я думаю Что у обоих борцов В частности У Гладиатора Еще есть Где-то бензин В бензобаке Рейв разбегается Гладиатор Уходит из угла Гладиатор Разбегается Ух ты ж Ничего себе На этот раз Он не стал Объяснять зрителям Что он собирается Делать Он просто Взял И это сделал А именно Ударил еще раз С коленом Но на этот раз С разбегу Попал Рейву Да Куда-то наверное В ухо Что держится Он куда-то там За область левого уха И Гладиатор Переходит Точнее Пытался перейти К одному из своих Любимых захватов Под названием Колизей Он оказывается На плече У Рейва Рейв Промахивается И РКО Выписывает Гладиатору Да причем Прием оказался Более сильным Чем обычный РКО Потому что Гладиатор еще С разбегом Об канат Набежал на Рейва Набежал на Рейва Гладиатору Что просто ему не удалась Попытка Реверса Гладиатор И по накалу Что у него Что у него сейчас В голове Я думаю Что в голове У него Что все таки Несмотря на свое состояние На свою температуру Он все таки Смог Отстоять Этот чемпионский пояс И это главное А на этом Дорогие друзья Мы прощаемся С вами Оставайтесь Смотрите Независимую Федерацию Рестлинга На телеканале 7TV Берегите себя Друзья А Гладиатор По прежнему Чемпион Увидимся На следующей неделе В это же самое время Редактор субтитров А.Семкин